Друзья, всем привет! С вами Димон, вы на канале ВсехТай. Ну что ж, сегодня компания Xiaomi представила свой новый фитнес-браслет. Да, Mi Band 4 сегодня показали. И знаете, это будет очередной супер-хит от компании Xiaomi, который будут все покупать. Потому что, кто не знал, эти фитнес-браслеты от компании Xiaomi самые популярные в мире. Вот так вот. Mi Band и все покупают, потому что дешево и сердито. В общем, друзья, берем чай-печенюхи и поехали. Ну что ж, говорить о дизайне мы не будем, потому что Mi Band 4 это, по факту, Mi Band 3. Все, дизайн плюс-минус такой же. Но теперь, друзья, у нас дисплей стал больше. Диагональ 0,95 дюйма с разрешением 240 на 120 пикселей. Но дело в том, что теперь у нас это AMOLED-матрица. И это очень круто, потому что теперь все можно кастомизировать это, во-первых. А во-вторых, теперь на этом большом дисплее появятся различные новые функции. То есть, больше информации можно будет увидеть на этом дисплее. Все мы знаем, что можно осмотреть прогноз погоды на сегодня и на несколько дней вперед. Но дело в том, что теперь можно осмотреть курс валют, расписание кинотеатров и многое другое. Короче, друзья, теперь функционал капец какой огромный. Ну и, конечно же, есть жестовое управление и голосовый помощник, который вам будет помогать. Mi Band 4 по-прежнему оснащен оптическим датчиком. И в случае, если ваш сердечный ритм ускорится свыше нормальных пределов, браслет сообщит об этом вибрацией. А вот акселерометр тут конкретно прокачали, потому что он теперь шестиосный. Все шесть режимов работы – плавание, бег на улице, бег в помещении, ходьба, упражнения, езда на велосипеде – теперь будут работать еще точнее и еще корректней. Пару слов, конечно же, хотелось бы сказать про автономность, потому что Mi Band 4 получил банку на 135 мАч и как бы неплохо. И по заверениям производителя, Mi Band 4 сможет работать до 20 дней. Но это, в принципе, тот же результат, что и Mi Band 3. А вот версия с NFC будет работать, конечно же, меньше – до 15 дней. Но в целом это нормальные показатели. Ну и, конечно же, Mi Band 4 не боится воды, потому что можно спокойно погружаться до 50 метров. Это очень круто. Ну что ж, и, наверное, самое главное – это стоимость, потому что обычная базовая версия обойдется в 25 долларов. А есть же необычная, есть супер-версия с NFC, да, друзья? Есть Mi Band 4 с NFC, которая обойдется вам в 33 доллара. Но дело в том, что вы сможете не только оплачивать проезд в транспорте или же делать различные покупки через Alipay, вы сможете с помощью этого браслета управлять умной техникой. Вот так вот. Прикольно, очень офигенно. То есть этот маленький браслет будет нафарширован до такой степени, что ты сможешь спокойно управлять там пылесосом различным, там, блин, кондиционерами и тому подобными вещами от компании Xiaomi. Очень-очень круто. 33 бакса. И да, знаете, на данный момент это всего лишь 2150 рублей. И найти что-то аналогичное вообще нереально, потому что я посмотрел. Единственный более-менее адекватный вариант это Mi Band 3 с NFC. И все. Все остальные производители, ну, и рядом даже они стоят с Mi Band 4, потому что они реально хуже во всем. Дисплей хуже, автономность хуже. Там есть NFC, там нет NFC. И функционал намного хуже. Короче, друзья, снова компания Xiaomi выпустила пушку, потому что этот браслет нафарширован полностью. Ну что ж, кому интересно, ссылку на их каталог я оставлю в описании. И вы сможете спокойно зайти и посмотреть, увидеть, что за 2000 рублей, ну, нет вообще конкурентов. Но есть один небольшой нюанс. Непонятно, будет ли работать NFC у нас или же нет. Потому что если NFC у нас работать не будет, то печалька. Да, обычный Mi Band 4 прикольный, офигенный. Но хотелось бы, конечно же, Mi Band 4 с NFC, чтобы он у нас работал. Потому что это капец, какое будет самое крутейшее устройство у нас. Потому что за 33 бакса купить браслет с NFC нереально. Короче, будем ждать и посмотрим, будет работать это чудо у нас или же нет. Но в любом случае за такую стоимость это крутое устройство. И, наверное, одна из самых приятных новостей о том, что браслеты взаимозаменяемые. То есть, если у вас есть Mi Band 3, вы просто покупаете Mi Band 4 и просто эту капсулу меняете. И все, потому что браслеты, эти ремешки остались одинаковыми. То есть, их вообще не изменяли, потому что конструкция не изменилась. Габариты по факту тоже не изменились. Только дисплей стал реально больше. Короче, друзья, если у вас очень много этих ремешков от Mi Band 3, то спокойно покупаем Mi Band 4 и все будет офигенно. Ну что ж, друзья, если подвести итоги, то в целом Mi Band 4 это неплохой вот такой вот рестайлинг Mi Band 3. Потому что чего-то сверхкрутого там как бы нет. Дизайн остался прежним, но добавили еще больше и больше функций. Дисплей теперь стал AMOLED. Он стал больше. Притом рамки, конечно же, стали меньше. И габариты устройства, ну, остались такие же. Короче, интересные устройства за недорого. Ну и самое главное, что там прокачали этот акселерометр. Потому что, к сожалению, у моей девушки есть Mi Band 3. И он почему-то не всегда считает шаги. Да, есть такая вот мистика. Плюс у моего знакомого тоже есть Mi Band 3. И он тоже не всегда корректно все отображает. Короче, надеюсь, в Mi Band 4 такой проблемы не будет. И этот шестиосный акселерометр будет отрабатывать на ура. В общем, друзья, свои мнения пишите в комментариях. Как вам этот Mi Band 4? Зайдет офигенный браслет? Или вы чего-то другого ждали? Как по мне, за такую стоимость это нормальное, адекватное устройство. Ну и, конечно же, старт продаж будет, друзья, 14 июня. В общем, ждите. Ну ладно, с вами был Димон, канал Всегитай. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok